Золотая рыбка Сказала, что Шутин Он кузнец своего счастья Ну, я думаю, каждый человек Его судьба в его руках Но когда-то, в юные годы В школе-студии МХАТ Я имел счастье учиться вместе со мной Гарри Бардин Великий наш мультипликатор И он мне такую кликуху придумал Он называл меня Бешеный шмель Представляете, как бешеный шмель Юрий Грымов не иначе Как гением вас называет Я очень люблю Юру Очень Это особое Вы так затронули такую струну Я был счастлив, когда он меня пригласил Играть вот Кулыгина Между прочим, я вам должен сказать Что я единственный человек Который в двух фильмах Три сестры Сыграл Кулыгина И опять Кулыгина Сначала это бланк снимал Если бы знать по мережке По сценарию Что было бы с тремя С тремя сестрами Вот в военную И я играл там роль Кулыгина Так Проходит Тридцать с лишним лет И Юра Грымов Предлагает мне роль Опять Кулыгины Это после того, как вы ему романс написали? Нет Нет Романс это была другая история Для спектакля я написал романс Вот этот И когда я пришел к Юре Я говорю Юра, вот у меня есть такой романс Вот Я ему спел Он говорит Так, все Ставим три камеры Сюда, значит, пенек Бутылку Значит, водку И поем И вот это вошло Значит, вошел романс Фильм Кстати, Грымов вас обозначил и в титрах Как композитора Я умер Я когда это увидел В доме кино Я вдруг смотрю Ну, я пою Вдруг Автор, композитор И исполнитель Я вот тут Просто упал Под кресло А как давно вы начали сочинять Музыку? Никогда То есть это была Это дебют был? Это был дебют Для Спектакля Я вот Дело в том, что я Был знаком Я его очень уважал Сашу Иванову Или Иванова Помните? Который Юморист Сотерик, да Прекрасный Он мне подарил книжку Мы как-то дружеские с ним были Вот Одной группой крови И мне захотелось написать Такой романс Так, для спектакля От фонаря Чтоб он был с претензией На что-то нечто такое Но пошлый И вот я на первая строчка Соловьи зачирикали снова Соловьи не чирикают Не поют Ну, в общем, вот Как-то вот так случилось И Вот Грым вас Назвал гениальным Вы можете назвать Это шутка Кого вы назовете С тех С кем вы работали Гением Рязанов Иванов Александрович Безусловно Ой, сейчас столько картин Дай бог память Тодоровский Анкор Еще Анкор И первая картина была у меня Городской романс Ну, очень много талантливых режиссеров Я очень благодарен Сергею Герасимовичу Микаэль Иоанну Который взял меня Одного неизвестного актера Фильм-времия Да Здесь снимались Такое Просто звезды Мировой первой величины Леонов Жигарханян Самойлов Глузский Нина Ургант Олег Янковский Светочка Крючкова И вот он меня взял Но там тоже интересная история была Вот И как бы так Много очень талантливых Ну вот Эльдар Александрович Я Юру Безмерно высоко ценю Грымова Да, Юру Грымова Если бы сейчас он меня позвал бы Завтра сниматься у него Бесплатно На третьем плане Человека Савойской Я бы к нему пошел Ну вы же прекрасно знаете Что можно сыграть Третьего плана И запомниться В вашей биографии много таких примеров Много Да, много И для меня есть Такие примеры Я очень люблю приводить Пример Ролана Быкова Помните когда Я не помню какая картина была Но в спортзале он сидит На брусьях Говорит Ну хорошо, понятно Ну а если бы ты вез патроны Ну гениально Это запомнилось Я не помню фильм Кто Ну вот это Ну вот Это пример того Для меня Молодого артиста Как можно Даже в небольшой роли Так ярко сыграть Я очень любил Я с ним снимался Любил Ценил его И обожал Я говорю Сейчас скажу им Фамилию этого актера Когда идет кино Говорю Люба иди сюда Смотри Он всех переигрывает Новиков Борис Новиков Да Который Загремим Под фанфары Вот Причем у меня С ним тоже было интересно Мы с ним снимались В одной картине В Калуге Сейчас Я вспомню В Коломне И вот он говорит Саша Пойдем В магазин Я говорю Что Ну книги Какие книги Ну я люблю Знаешь Собираю пословицы Поговорки Я говорю А почему Да понимаешь Иногда Такое дадут Что и играть то нечего А ты туда вставишь Ядреную поговорку И сразу она роли заиграет И он прав Вот я Я любил учиться У стариков Но они для меня были Старшее поколение Любил Но при этом у вас Соотношение К актерам В общем такое В нескольких интервью Озвучало Что актер За роль хорошую Может и жену В театре Да А это только на театр распространяется Я думаю Что это только на театре Да Я не отказываюсь От своих слов Я помню это интервью Когда я говорил Что в театре надо жить По законам Зоны Зоны Никому не верить Никого ни о чем не просить И никого не бояться Неужели так? Да 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 Вот Ну я Понимаете Каждый человек индивидуален Но поскольку За моими плечами Стоит И спорт И Суворовское училище Которое меня воспитало В течение пяти лет Я там Меня дрючили В хорошем смысле И по полной программе Поэтому я никого Никогда не боялся Я Ничего не просил И как бы вот И Ну верил Ну наверное Кое кому верил Наверное Вот это было Я верил людям А люди иногда То есть вашей биографии Было предательство Конечно Конечно Как у любого Практически у любого актера У любого актера Потому что наша такая Единственное Вот я снимаю шляпу Есть такие актеры Вот Ширвинд и Державин Альянс Снимаю шляпу перед ними Потрясающе Ну вот Такой пример Вот настоящей дружбы Это как раз Исключение Справил Я узнал Что вы По сию пору Дружите С вашими сокурсниками Из Суворовского А как же Конечно Сколько лет прошло Сколько не так много Шестьдесят Вот именно Да Больше Да И до сих И никого Никого из них нет в отрасли Нет никого Никого То есть это военные Да Кто-то военный Кто-то ушел по той линии И что мне было приятно Ну у меня Потом я вам покажу И что мне было очень приятно У нас был в Воронеже Спектакль Я приехал Вот на Где Суворовское училище Где наше Сейчас там две академии Академия Жуковского И Гагарина Их слили вместе Меня провели Я там Значит Знал начали Академии Мне книжку подарили И потом я пошел В зал У них зал славы Двух академий И вдруг я смотрю Огромный такой стенд Огромный И написано Здесь с 43 по 63 год Располагалось Воронежское Суворовское Военное училище Значит Три генерала Начальника училища И один полковник Иванов И вдруг я смотрю Большая фотография Вот такая Написано Слева направо Суворовцы Рунов Пибенов Пашутин Петров Фролов Пофамильно Александр Все написано А внизу Две мои фотографии В роли Майора Черепахина И старшины Написано Суворовец Пашутин Народный артист Актер театра кино Народный артист России У меня вот здесь Схватило горло Я чуть не заплакал Вообще Вот это Вы маршала играли В музее Нет Ну это в музее Теперь это висит Ну а как же Если маршрут Ну да Я ребятам привез И Витя и Сережа Витя Пименова Сережа Рунова Я им привез Конечно Я Ну да Понятно То есть Друзей актеров У вас Нет и не было Были Но Ну что Нет Ну были Были друзья Были И такие Предательства Были Не хочу сейчас Бросать камень Это было связано С женщинами Все эти разборки Нет Это было связано По-разному Это было связано С ролью С работой А потом Я им прощаю Они не того замеса Давай дави Давай Понимаете Это Это незабываемо Но они этого не прошли Они этого не знают Поэтому им простительно Ну я так понимаю Хотя у меня был У меня был очень хороший товарищ Я его очень любил Очень Алешечка Жарков Вот мы с ним Мы снимались Вместе В параде планет Вот Люблю Сережу Никоненко Ему Исполнилось 80 лет Да Ну вот так Чтобы знаете Домами Вот так Знаете Как домами Дружат домами Шашлыки Башлыки Но вот этого Как-то Нет Ну ничего Ничего Нормально Я так понимаю Что вы не хотите Чтоб никто из ваших Шел в профессию Я сейчас уже Говорю не о дочерях А уже о внуках И внучках Нет Нет Вы знаете Когда вот Маша была Вот Маша Это дочь Дочка Да Я говорю Маша Вот с кем я имел Счастье сниматься Люся Гурченко Марина Неелова Света Крючкова Наташа Гундарева Это все Мало того Что талант Это еще характер А что Сейчас разве нету Сейчас Много молодых актрис Да Но тогда сложнее было В те-то годы Сложнее было Почему Потому что Расскажу Почему Потому что Мало картин было В театре Сейчас сколько театров Полно Сколько картин Сериалов Полно А раньше Меньше Все равно Выживаемость Тогда была Мне кажется Более сложная На мой взгляд Но я могу ошибаться Нет Этого нет Другие деньги Были совершенно И другие деньги Были И отношения Другое Отношения Другой В чем Это выражается Отношения Другой Наверное Просто Актрис Было Наверное Не так Много Как Сейчас Потом Они все Были Яркие Все были Вот Никогда Не перепутаешь Сейчас Актеры Снимаются У всех Накаченные Губы Ну Не у всех Ну Большинство Очень Многих Вот Ну Не у всех Конечно Нет Господи Прости Глазки Ну Какое-то Вот Ну Это же Накаченные Губы Там Все Это же В известной Степени Вопрос Моды Вот В ваше Время Вы рассказывали Модные Были татуировки Вы даже Себе Что-то Нарисовали Химическим Карандашом Там Нет Это Когда я играл Я никогда Не был У меня Никогда Не Ну Нарисовали Что-то Имя Себе Вы рассказывали Мама Заставила Вас А Это Было Да Я Я Когда Написал Что-то Мама На руке Химическим Карандашом И мамам У меня Ой Ну Наверное У каждого Мама Умница Она Говорит Сынок А вот Ты представляешь А тогда Подвиг Разведчик Кузнецов Кузнецов Подвиг Разведчик Ну Он Кузнецов Играл Разведчик Ну Да Ну Кузнецов Да А мама Говорит А вдруг Мы все Хотели быть Разведчиками А вдруг Ты будешь Разведчик Тебя Поэтому Я говорю Да Мама Нет Нет И все И на мне Ни одного Пятна Нет А вы Такой Отец Строгий То есть Если кто-нибудь Из дочерей Захочет Надуть губы Или силиконом Ради бог Пусть делают Нет Ну конечно Ну там Егорка Что-то Егорки 25 Вот Что-то Так Егор Ну зачем А что он Ну там Какую-то фигню Он себе Там на шее Накрутил Вот Ну я К этому Отношусь Ну когда Сегодня играют Люди Я наверное Не против Но не знаю Как к этому Отнестись Сегодня играют Люди 41 год Война И вот Герой улыбается А у него Все вставные Зубы Да Такие Ну как это Немножечко Вот Я думаю Что такого актера Да простят меня Вот Герман бы не взял Это не его кино Не его артист Герман Которому я отношусь Вообще Очень так Благоверенно Но зато сейчас Мне кажется Молодые актеры Они быстрее Входят в роль Они не репетируют У них Нет этих Прогонов Бесконечных Репетиции Вы же Рассказывали Что две недели Да Премию Да В режиме пьесы Репетировали Ну а сейчас за неделю Фильм снимают Это плохо Почему А это сразу видно Почему Видно Потому что Вы знаете почему Служение мус Не терпит Не терпит Не терпит Суеты Поэтому Я много могу Говорить о том кино И об этом Понимаете Когда сегодня Ведь не зря Кодекс Есть кодекс Трудовой Что съемочный день Девять часов Девять А сейчас Двенадцать Знаете Что такое Двенадцать часов Съемочный день Если допустим Вы У вас выезд Из гостиницы Восемь часов утра У вас выезд Вы в семь Встаете Приводите себя в порядок В восемь Вы уезжаете В девять Вы приезжаете На площадку С девяти До девяти Вы снимаетесь Двенадцать часов Потом Вы разгримировываетесь И где-то В десять часов Вы Условно говоря В гостинице Пока вы поели То уже Одиннадцать Двенадцатый час И завтра Вам нужно встать Опять в семь часов Это Патагонные Это сразу видно А раньше было как Вот они приехали Актеры Режиссер говорит Завтра у нас Такая-то сцена Сейчас поужинаем И ко мне в номер Порепетируем Вот актеры Репетировали Следующую сцену Или другой Вариант И так часто было Ну не идет Обычно У актрисы Или у актера Какой-то Очень сложный монолог Сложная сцена Ну не идет она Ну уби Ну не идет Он говорит Ничего Все Смена Закончена Снимем Завтра И уходили И актер Ночь У него там Как Не получилось Там И на следующий день Опять съемка И все получается И он себя Внутри Как-то вот Сегодня этого Быть не может К сожалению И поэтому А я люблю Репетировать Она нужна Репетиция Когда мы Договариваемся Про что мы Завтра с вами Будем играть Как интереснее Это сыграть Например Вот мои Если раньше Была Норма Там Условно говоря Две с половиной Минуты Выработка Чистого времени Съемочного Две с половиной Минуты Ну условно Но не плюс-минус Сегодня там говорят 14 минут Чистого времени 14 Это очень плохо Это очень влияет А когда уже идет Ну я здоровый пацан Как бы Ну когда ты уже Снимаешься Там Десятый Пошел час Уже одиннадцатый Думаешь Скорее бы Это все Это Скинусь Это Разгримироваться Скорее бы И поехать Понимаете Да Ну зато сейчас Эту смену Да На 12 часов Но получают Четверть миллиона Или там Треть миллиона Ну понятно А раньше Сколько Получали люди Даже народные А как сделать А как сделать Чтобы и волки были И чтобы получали Нормально Я понимаю Капитализм Надо ему За короткое время Высосать больше Так сказать Из актеров Чтобы он больше Значит Дал материала Ну Все равно Это влияет на качество Я это вижу Ну как Я вижу Я помню Мы снимали фильм Один Потрясающий Режиссер Худой Худой Назаров Худой Назаров Да Бахтияр Худой Назаров По-моему Бахтияр Он снял Великую картину Лунный папа Великую картину И вот он снимал Мы снимали фильм Танкер Танго Бахтияр И кто-то говорил Давно Он говорит Не торопите меня Я не режиссер Я художник Говорил он При мне Я думаю Ну вот он мог Себе такое позволить И хорошее Сняли кино По-моему Танкер Он мог позволить Почему? Потому что не капитализм Был? Не знаю Так может себе позволить Никита Сергеевич К которому я Чрезвычайно тепло отношусь Все знают Конечно Но на всякий случай Для зрителей Скажем Михалков Да Так мог Володя Хатиненко Может себе позволить Вот Ну Когда он договаривается С продюсером Он говорит Я буду снимать Так-то 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 Может быть Ты больше Потратишь денег На это Но это будет Качественное кино Которым Которое потом Будет кататься Не год Не два И не три И Все будет Ну в целом Вы считаете Что планка Современного Кинематографа Российского Ниже чем Была допустим Ну до 91-го года Советская Ну конечно Ниже? Конечно Конечно Ну хорошо Вот Анкор Еще Анкор Ну картина какая Ну я уже не беру Там ранее Там Не беру Бондарычука Алова И Наумова Ну какие там Картины мощные были Тот же Герман Его картины Я к сожалению Не смотрел Трудно быть богом Я там какие-то кусочки Я видел То что показывали А до этого У него и проверки На дорогах Это Просто блистательное кино Ну вот И Мне кажется Да Ну может быть Я уже начинаю ворчать Как старый Мужик Вот А вот Трудно быть богом Леонид Фильм По моему Фильм Назывался Барак Такой фильм Он там Замечательно Сыграл А тут Ну вы знаете Ну баллада о солдате Была снята Снята Или как правильно Снята да Баллада о солдате Сняли за два месяца А Герман Снимал 13 лет Фильм Ну тут Не знаю Не могу это комментировать Почему-то вот принято Допустим Про людей Которые в драмах играют Про них легко говорят Если это актер хороший Ну гений Да А про комедийных Почему-то стесняются Сказать там Ну про какого-нибудь там Нет Что ж Ну все-таки К ним немножечко Отношение такое Вот что это Жанр такой Для меня Для меня Для меня Новиков Великий актер Просто великий актер И рядом с ним Никого не поставишь Кто сегодня может сыграть Так как Новиков Борис Не знаю Хорошо А это только у нас ситуация Или с Голливудом То же самое Что раньше Трудно сказать Я голливудские картины Мало смотрю Недавно Посмотрел по телевидению Одно Хорошее кино Очень хорошее кино Мне нравится Очень хорошее кино Снял Олейников Про Оно Какое-то у него Странное название Потрясающее кино И там играла Польская артистка И А фотографы Играл Актер Сейчас Ну просто Сейчас вылетел Да вы знаете Его Фамилию Он в ликвидации Играл главного героя Я не смотрел ликвидацию Я единственный человек Хорошее Очень хорошее кино Очень хорошее Очень хорошее Лавроненко Правильно И надо ему Вот Значит Сделать Из нее Нечто такое И вот ее Ну надо посмотреть Это кино Но у нее Какое-то такое название Которое я не запомнил Но я смотрел Год назад На кинофестивале Я вышин Просто ошарашенный Просто Вот это мое кино Значит Все-таки делают 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 Нет Но он очень хороший Знаете Неотрывно Смотрю на ваши четки Это чей-то подарок Да Дочка подарила У меня много четок Так У меня много четок С каких пор Когда Первые четки Когда появились Первые четки Дело в том Я не знаю почему Я Люди курящие У них там То спички А не то сигареты То трубка А мне в руках Тоже что-то хотелось И когда я был студентом Что-то мне Как-то понравилось Вот я взял Мамины Бусы И стал Вот с ними Так играть Как четки А в России В то В советское время Четок ведь не было И первые четки Такие хорошие 30 лет там назад Подарила мне Моя жена Янтарные Я над ними Вообще Их дышу Я их никуда С собой не беру Не дай бог Их потерять А сейчас У меня просто горы Четок Горы И в каждом кармане Четки Но мне нравится Как-то Вот Вы знаете Мы финишируем У нас есть такая традиция Есть у нас Золотая рыбка Да Карась китайский По имени Дядя Володя И мы просим Гостя Озвучить Какое-нибудь Пожелание Которое Золотая рыбка Исполнит Как мы надеемся Мне отсюда Я могу с ним Да Конечно Прям вот Ему можете И говорить Ой Дядя Володя Кончай эту свою Пандемию Мне так хочется Поехать за границу Сесть на машину И прокатиться Вот это такое Мое желание Александр Сергеевич Вы не поверите Девять из десяти Наших гостей Говорят Потому что Всех это достало Поэтому здесь Радостно присоединяемся Всем коллективам Да Я не оригинален Нет Это же не важно Важно не Что А важно как Как вы сказали Вы сказали Как гениальный актер И спасибо вам Это не моя А дефиниция А я Грымову доверяю Так что спасибо вам И за беседу И за пожелание Спасибо Спасибо Спасибо.